Первый асфальт в скором времени появится в национальном поселке Красное. Там продолжается строительство полуторакилометрового участка дороги. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Подрядчик опережает сроки возведения объекта практически на год. Прямо сейчас все подробности. Еще несколько месяцев назад здесь была обычная гравийка. Впрочем, в скором времени на этом участке протяженностью полтора километра появится первая в Красном заасфальтированная дорога. Михаил Бобылев на объекте трудится уже два месяца. Готовит земляное полотно под асфальтирование. Ну по щебню-то он укатанный, он тяжеловато берется, эскаватор дергает. Ну а дальше песок, так подок че. Полтора километра новой асфальтовой дороги будут проложены вдоль центральной улицы поселка. Начало транспортной артерии у средней Красновской школы. На протяжении всего участка параллельно ведутся подготовительные работы под благоустройство. Проектом предусмотрено оборудование тротуаров. Разделять проезжую часть и пешеходную зону будет цветник. Газончик, а здесь тротуар. Для красоты это. Да только комари и мушки съедают, остальное все нормально. Местные жители хорошие люди. Мы привыкали, дружились, работаем. Все отлично, все прекрасно. Всего на объекте работает 60 человек. Дорогу для жителей Красного возводит московский подрядчик. Компания СМК «Строй» на севере второй год. Впрочем, к сложной логистике и другим нюансам уже адаптировались. Сложности сегодня возникают только из-за отсутствия в районе поселка Песка. Его приходится возить из окружной столицы. Работы на объекте планировали завершить еще в августе. Но из-за того, что проект корректировался аж 9 раз, сроки сдвинулись. Приходится прислушиваться к мнению жителей, идти на какие-то уступки, их пожелания и прочее. Если бы мы следовали листу изначального проекта, то сейчас бы мы уже перерезали свою красную ленточку. Впрочем, подрядчик на год опередил сроки сдачи объекта дорожного строительства в эксплуатацию. По условиям контракта, полтора километра асфальтовой дороги в поселке Красное должны были появиться только к ноябрю 2020 года. Мы проговорили с подрядчиком о том, чтобы все-таки ускорить темпы строительства. Потому что гражданам, людям неудобно, если дорога только подготовлена. Это вот мы видели на авиаторах, когда делают тротуары, подготовку полотна устраивали. И потом появляются неудобства для людей. Поэтому проговорили, подрядчик подтвердился, что может выполнить работы быстрее. Александр Натальевич также согласовал такой подход. И у нас подрядчики опережающими темпами строят. И я думаю, что где-то в течение месяца дорога уже будет завершена. Проектом также предусмотрена установка нового освещения, дорожных знаков и лотков для отвода ливневых стоков. Асфальт в Красном – это лишь первая часть национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В перспективе региональные власти планируют привлечь федеральные средства и для реконструкции основной дороги, которая соединяет национальный поселок с окружной столицей. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север», поселок Красное, Ненецкий округ.